Накануне в рамках проекта «Мой город. Новый старт» в городском Доме культуры глава администрации города Марина Трескова провела очередную встречу с лабытнанцами. Отчеты, проделанные о работе и перспективы развития города, стали главным содержанием встречи с сотрудниками бюджетных предприятий, организаций и учреждений. Игорь Борисов подробнее. Общение народа и власти в эти дни проходит под разными лейблами. Открытый регион, открытый город, «Мой город. Новый старт». Меняется формат общения, прием по личным вопросам или встречи в коллективах. Меняются площадки. Это может быть автобус или палатка мобильной приемной, или зал Дома культуры. Люди возвращаются из отпусков, и процесс общения вовлекается все больше земляков. Это Марина Трескова считает первым основанием для проведения такого осеннего марафона. У нас в графике с командой администрации города запланировано 17 таких встреч. 5 мы уже провели, впереди еще 12. Второе – это осень. У нас цыплят считают по осени. Соответственно, у команды администрации города наступила обязанность считаться за проделанную работу, за короткий благоустроительный период нашего северного лета, и выслушать еще ваши наказы, поставить себе задачи на перспективу. Ну и, конечно, безусловно, 18 сентября у нас День города. Ну и выборы, конечно, тоже. Что ни говоря, важнейшее политическое событие осени располагает к открытому разговору об итогах работы, о текущем моменте и перспективах развития. В отчете главы администрации города наличствовали не только цифры, выражающие количество построенных квадратных метров жилья, отремонтированных дорог, благоустроенных территорий, проведенных текущих капитальных ремонтов, школ, детских садов, учреждений культуры и спорта. Хотя цифр, конечно, хватало. Звучали и слова благодарности к согражданам за проявленную ими гражданскую позицию и гуманитарную помощь, оказанную, к примеру, ямальским труднодоровикам, пострадавшим от вспышки сибирской язвы. Мои слова благодарности вам, уважаемые лабутнанцы, будут в части человеческого отношения к чужому горю. Потому что именно лабутнанги первыми отправили 25 коробок гуманитарной помощи. Большое вам за это спасибо. С такой же готовностью откликнулись лабутнанцы на беды сограждан, пострадавших от пожаров в это аномально жаркое лето. К несчастью, пожары сопровождались человеческими жертвами, а это потери невосполнимые. Безопасному и комфортному проживанию в городе будет посутствовать жилищное строительство, капитальном исполнении и переселение из аварийного и ветхого жилья. И эта работа будет продолжена. Рассказала Марина Трескова и о строительстве новых объектов со скульпт-быта, о совершенствовании инженерной и транспортной инфраструктуры городского хозяйства, о работах по благоустройству. Перспективы становятся реальностью при условии выполнения просьбы, с которой глава администрации города обратилась к согражданам в заключение встречи. Проявить свою настойчивость и свою социальную активность не только в обращениях к местной власти, показав явку 18 сентября такую, чтобы все поняли. Наше гражданское общество, проживающее здесь, на нашей с вами исторической малой родине, неинертно, что у нас сосредоточена очень большая сила. И возможности реализации планов своей жизни мы ищем все вместе, в едином порыве. По мнению главы администрации, позитивные изменения в жизни города должны сопровождаться аналогичными изменениями психологии общения народа и власти и привести к смене имиджа местной власти в глазах тех, кем она управляет. По мнению участников подобных встреч, этот процесс запущен. Да, конечно, особенно вот эти последние встречи, в ладке организуются на автобусе, общаются с людьми, заметно. Тем временем встречи продолжаются. В пятницу 9 сентября мобильная приемная главы администрации города будет работать на площади Победы с 18 часов. Игорь Борисов, Григорий Волков, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова